ну что же вот такие вот милейшие узелки вот так вот мы и учимся вязать всякие классные узоры присоединяйтесь к моему каналу подписывайтесь ставьте лайк этому видео а потому что я всегда всегда рассказываю показываю здесь самые самые красивые самые интересные узорчики вот такой вот чудесный орнамент я вам сегодня приготовила он называется узелки посмотрите как здорово такая вот у него текстура как действительно а плетеночка из таких вот узелочков у меня он в два цвета и мы будем работать сегодня в два цвета для этого нам понадобится два разных цвета нити вот я возьму такую маленькие остаточки от пряжи ручного окрашивания потому что у меня их очень много вот таких вот моточков вы естественно берете любую пряжу по вашему выбору а но я думаю что какой-то какие-то контрастные цвета будут смотреться лучше в этом узорчике хотя можно конечно сыграть и на деталях в любом случае нам нужно набрать количество петель кратное трем вот я например наберу 18 петель 18 и так у меня 18 петель и смотрите в этом узоре довольно важно начать вязать с изнаночного ряда это собственно первый ряд вязания он всегда будет изнаночным то есть 1 и 3 ряды у нас всегда будут изнаночными просто потом вы увидите последствии вам будет довольно таки важно вот как бы понимать и знать вот эту структуру узорчик на самом деле очень простой ничего в нем сложного нет но нужно как вот разобраться один раз один единственный первый раз вы все поймете как делается и вы будете его абсолютно четко видите не будете путаться то есть для вас будет очень очень просто его вязать поэтому вяжем pr первый рядочек просто все изнаночные а вот второй ряд мы уже с вами рассмотрим поподробнее он начинается с двух лицевых петель включая первую петлю первую я провяжу и вторую лицевыми петлями но это не раппорт важно понять что вот эти первые две лицевые петельки это не раппорт раппорт начинается вот сейчас накид я делаю накид вот это мой уже раппорт дальше я вяжу 3 лицевых и после этого смотрите вот такой маневр я возьму первую из этих трех лицевых именно тех которые вот после накида и как бы натянул сверху вот так вот одену сверху предыдущих и снова делаю накидовать вот еще крупнее вот так вот непосредственно очень и очень хорошо еще 1 1 2 3 вот так вот беру первую петлю первую ничего не пропуск не упускаю и натягиваю вот натягиваю ну или надеваю надеваю на 2 следующий опять накид 1 2 3 и первую петельку одела сверху накинула 1 2 3 первую петельку сверху накинула и у меня осталась последняя петля вот последняя петля и и я вижу лицевой точно также лицевой накид я здесь уже не делаю то есть у меня накид вот это важно это тоже важно понять у меня накид идет как бы перед вот этими тремя лицевыми в первом ряду именно в первом ряду и последняя лицевая и на изнаночной стороне я подключаю нить второго цвета значит меняем цвет мы всегда на изнаночных рядах то есть очень просто здесь запомнить очень просто причем смотрите первую изнаночную я рекомендую тоже провязывать нормально как бы изнаночной не спускать просто для того чтобы более крепкий краешек потому что мы меняем нити каждый второй ряд и ну край имеет тенденцию немножко как бы разваливаться благодаря вот этой вот провязанным первым петлям всегда провязанным что на изнанке что на лице он будет покрепче поплотнее и я просто вижу изнаночными весь этот рядочек так провязала и смотрите 4 ряд у нас 4 я буду вязать чуть-чуть по-другому просто в другой последовательности нежели 1 хотя и очень похоже первая петля лицевая то есть первую прямо непосредственно первую петлю провязываю лицевой и дальше 3 лицевых то есть если в первом ряду мы делали здесь накид сначала то в четвертом ряду сначала идут 3 лицевых 1 2 3 вот так 3 лицевых и тот же самый маневр вот так я первую из этих трех накидываю на последующие 2 после этого делаю накид снова 3 лицевых и опять то то же самое я накидываю первую надеваю на последующие 2 и делаю накид 1 2 3 и первую надеваю сверху и накид и так до конца ряда повторяю все то же самое вот так и делаю накид и вот смотрите у меня остаются последние две петли перед ними я сделала накид потому что в четвертом ряду еще раз напоминаю вам это важно чтобы потом очень легко и быстро вязать а в четвертом ряду накид у меня делается после трех петель и последние две я просто провяжу лицевой переворачиваю на изнанку вязание и смотрите меняю нитку вот я меняю цвет нити беру ту которой я провязала первые два ряда и вижу все изнаночные начиная прямо непосредственно с первой петельки просто все изнаночные собственно и все это и есть первый ряд то есть мы с вами смотрите вернулись к первому ряду как будто бы то есть получается так что первый второй ряд я всегда вижу нитью одного цвета а 3 4 у меня всегда идет нить второго цвета на самом деле это очень очень удобно и вот в этом узоре удобно хорошо следить затем на каком ряду вы находитесь просто запомните какой ряд вы вязали первую а что здесь запоминать вы увидите да то есть я вижу всегда что вот например у меня синий это первый ряд и поэтому я всегда знаю что первый второй ряд это у меня например синяя нитка то есть повторим еще раз ли две лицевые это я уже повторяю второй раз накид 3 лицевые первую лицевую из вот этих вот трех провязанных натягиваю на две предыдущие делаю накид все тоже самое я все теперь буду повторять и собственно в этом заключается весь узорчик вот его уже видно вот повторяются и вот эти узелки они теперь будут друг над другом всегда идти в одинаковом ну как бы в одинаковой последовательности то есть это на самом деле очень удобно удобно следить за узором и он реально очень легкий и очень очень красивый очень прямо такой романтичный очень хочется что-то им связать правда я пока не придумала что вот если у вас есть идеи девочки может быть кто-то уже вязал таким узорчиком или очень похожим подскажите потому что я таким еще ничего не вязала никогда вот он мне нравится ну и в принципе его я думаю что можно пустить по кругу как бы я не пробовала еще надо проэкспериментировать опять же если у вас есть опыт как его связать по кругу то я буду очень рада если вы мне подскажете и вот смотрите на изнаночный ряд я пришла специально вот довязала для вас я теперь опять меняю нитку беру нить второго цвета вот второй цвет и у меня 3 4 ряды идут во втором цвете то есть всегда 3 4 ряд это второй цвет 1 2 ряд это первый цвет очень очень легко вот такие вот очаровательные совершенно прелестные узелки и вот смотрите как очаровательно он у меня получился вот такой вот образчик милейший совершенно надеюсь вам понравился а этот вот узорчик узелочки и вы тоже вы будете его вязать и применять своих изделиях он очень классный благодарю вас за внимание и до новых встреч